О военной карьере Павел Муштаков мечтал с детства. В седьмом классе поступил на обучение в Кадетский корпус. Был заместителем командира роты в звании старшины. Его цель – стать офицером. Сегодня для молодого человека ответственный день. Пройдя всех необходимых врачей, он предстал перед призывной комиссией, члены которой вручили Павлу счастливый билет в будущее. Призывник будет служить в президентском полку. Я, скажем так, чувствую удовлетворение, что я иду в хорошее место, в самое элитное подразделение нашего государства, на которое смотрит весь мир, который является фасадной частью не только Москвы и Московского Кремля, но и всей нашей Родины. В этом году осенний призыв начался на месяц позже. Комиссии необходимо отобрать 100 ребят, которые будут служить в различных войсках. Причем речь идет исключительно о срочной службе. Они пойдут служить только в части. Будут нигде задействованы ни в спецоперации, ни в мобилизации. Это не подлежит. Это призыв на военную службу. Как обычно, один год люди отдают свою обязанность в защите Родины. И дальше они будут уволены домой. Здесь не надо волноваться в этой части. Традиционно Ленинский городской округ идет с перевыполнением призывного плана. Желание служить изъявляет больше молодых людей, чем необходимо. Сегодня армия ребят не пугает. Этот год они рассматривают как возможность научиться новому, обрести специальность, пройти школу мужества. Армия много прикладных навыков дает. Можно найти, где применить. Прогресс в физических нагрузках. Дай бог, чтобы я не потерял его. Новую специальность, опыт, друзей. Вообще, срочная служба для молодых людей открывает много дверей. Возможность поступить в военное училище, пойти в армию по контракту. Перспективы развития найдутся и для тех ребят, которые решат остаться на гражданке. Все силовые структуры, плюс органы государственной власти, депутатам пойти, если он, конечно, этого захочет. При поступлении в высшее учебное заведение, то же самое, имеется ряд льгот вне конкурса. Он берет рекомендацию с воинской части, там, где он проходил военную службу по призыву. Вот с этим письмом он имеет преимущественное право при поступлении в высшее учебное или среднепрофессиональное учебное заведение. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.